Белые и черные полосы для этих ребят не связаны с хорошим или плохим настроением. Наоборот, это верное плечо товарища и надежная поддержка. На спортплощадке кадет в одних тельняшках. От накала эмоций жарко. Поделиться опытом в кадетскую школу приехали старшие друзья. Десантники 1141-го артиллерийского полка города-курорта Анапа. Мы взаимодействуем с кадетским корпусом, также проводим занятия, оказываем помощь в организации и методике проведения занятий по физической подготовке. Недавно приезжали не к нам, мы показывали то, что есть у нас в нашем полку. У нас построился сейчас плавательный бассейн. Мы там побыли, я показал, какие у нас будут проводиться занятия по плаванию. Военно-прикладное плавание, плавание в обморбовании с оружием, ныряние в длину. А также другие там брас, кроль. Кадетам очень понравилось. Показали, как мы живем в нашей части. Как говорят в полку, десантнику не больно, десантнику приятно. Мальчишки учатся падать, чтобы снова вставать и двигаться к поставленной цели. Большинство кадетов в будущем мечтают стать офицерами. Егор Фукс хочет стать морским пехотинцем. Он внимательно следит за каждым словом тренера. Понравилось. Я вчера еще ездил в этот полк, видел уже этого тренера и лейтенанта, которые нас обучали. Они рассказывали весьма подробно, меня заинтересовало. А сегодня на практике испытал некоторые из приемов. А падать надо первым. Кто занимался торгой, знает основное. Ставили ногу. Центр тяжести поднялся. То есть вы с ним разговариваете, взяли его за руку. Ставили ногу. Ребятам показали, как правильно ликвидировать часового, как дать отпор врагу без оружия в руках, как вести себя при нападении сзади. Занимались кадетским корпусом, обучение приемов рукопашного боя и комплексы рукопашного боя без оружия на 16 счетов. Плодотворно. Когда-то я был учителем в школе на практике. По сравнению со школьниками, отлично. В первую очередь, как инструктор физподготовки, это здоровый образ жизни. Физические навыки, умения. Просто, чтобы они были здоровыми. И также патриотизм. Любовь к родине, к ВДВ теперь. Любовь к вооруженным силам, чтобы выросли мужиками. Я думаю, после такого кадетского корпуса от армии косить они не будут. Настоящая мужская дружба – это самая лучшая школа. Старшие друзья-десантники стараются передать весь свой опыт подрастающему поколению и помочь им сделать правильный выбор будущей профессии, не скрывая тягот и трудностей, чтобы кадеты реально могли оценить свои силы и возможности. И если уж станут военными, то не предадут ни зельняшку, ни друга.